Доброго вечера! Мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей наших каналов. Канала Гарри Табах и моего Марии Максаковой. Сегодня у нас уже третий выпуск программы «Американские горки». И мне кажется, мы уже дважды неплохо прокатились с ветерком. Надеюсь, и в третий раз у нас тоже все получится здорово и задорно. Гарри, я вас приветствую! Мария, Мария, вы меня хотите свести с ума просто. Вы имеете в виду мой новосток? Ну, конечно же, конечно же, это мой любимый образ. Я провел в этом образе много-много лет. Я даже не знаю, что мне уже говорить. Мои горки уже начались. И это обалдеть просто. Просто обалдеть. Я именно для того и старалась, чтобы вам понравиться. Гарри, итак, скажите мне, у вас вновь готова вот эта вот захватывающая подборка новостей из Америки? Смотря на ваш образ, я боюсь, что я буду заикаться, но я постараюсь сконцентрироваться и говорить громко и четко. Да, новостей у нас много в Америке сейчас происходит. Ну, во-первых, я думаю, что надо упомянуть в первую очередь землетрясение в Турции. Вы знаете, я служил в Турции два года. Я там был командиром антитеррористического центра НАТО, бригады НАТО. И, конечно, мои огромные соболезнования, то, что сейчас происходит в Турции, весь мир им помогает. Но, конечно же, нужно сказать, что не меньшая трагедия происходит в Украине. Только там это стихийное бедствие, а в Украине это бедствие, которое создал человек. Я, конечно, приношу огромные соболезнования Турции и всем семьям, которые потеряли близких, друзей и родных. И я надеюсь, что смогу сделать в ближайшем будущем, буквально на днях, программу со специалистом-сейсмологом, который расскажет природу таких явлений, когда можно уже предполагать, что можно делать превентивно, как себя вести, чтобы избежать жертв. Это страшная тема. В Украине, к сожалению, уже скоро год как длится страшное рукотворное преступление, которое уносит жизни даже больше, чем природные катаклизмы. Да, к сожалению, к огромному сожалению. Ну что ж, я начну, скажу, что произошло у нас на этой неделе в Соединенных Штатах Америки. Джан Керри, он был министром иностранных дел, возглавлял Госдеп при Обаме-Байденовской банде. Сейчас он возглавляет проблемы климата, везде летает на самолете. И вот сейчас он попал у нас под расследование, потому что связи с Китаем. У нас сегодня очень много разных связей с Китаем. Например, компьютер. Сын президента Байдена признал, что этот компьютер уже через столько лет, через несколько лет, все-таки признали, что компьютер – это его компьютер. И в этом компьютере это не подкинуто России, это не заговор с Россией, что ему подкинули этот компьютер, а это как раз покрывали, это и скрывали. Сегодня в этом компьютере нашли, что он получал там, и записано, что он получал там бриллианты от Китая, деньги от Китая. Вот у нас очень большие связи теперь с Китаем. Также журналисты, которые выбирают каждый год Пулцеровская премия, вот так. Премия, премия, окей. Они выяснили, вот уже столько лет, они выяснили, что сговора, оказывается, у Трампа с Россией не было, точно так же, как и четыре расследования. А вот все из компьютера, и все похоже, что наоборот, сговор был с Китаем и с Россией у семьи Байдена. Вот такие новости у нас. Эти скандалы сейчас разгораются. С секретных документов у Байдена из всех его резиденций и библиотек ФБР забрало 1850 коробок секретных документов, помните, разбросанные у Трампа, и была облава на него, когда его не было. А здесь предупреждают, что ФБР приедет, будет обыск, что будут уносить документы, его юристы присутствуют там, и все такое. Вот такие у нас двойные стандарты с этим. Но все равно 1850 коробок извлечено от Байдена с этими документами, и очень много показывает, что там участвовал Китай. И также у нас 100 демократов в Конгрессе отказались критиковать социализм, отказались, потому что они за социализм. Это я просто показываю разницу в наших партиях. И трансгендерная демонстрация, которая была в Оклахоме, атаковала Капитолию и ворвалась туда, в Капитолию. Вот интересно, будут их также судить и арестовывать. Там шло слушание, чтобы не делать, не отрезать половые органы. Ну, в общем, они были недовольны этим. Так что вот такие дела. Ну и, конечно же, самый большой скандал за эту неделю, это был воздушный шар, который залетел на нашу территорию через Аляску, гулял по нашей территории, пролетел через всю траекторию, где у нас находятся военные базы через всю страну. Ну и в конце концов, когда он вылетел в открытое море, его F-22 сбил. Шар действовал через стратосферу. Когда его увидели, кстати, не наши там военные или разведка, или космические войска, которые должны следить за этим, а гражданские люди, видимо, что они там смотрели, смотрели, увидели, что сначала они думали, что это не какой-то марсиане прилетели, потом это разошлось по всем соцсетям, и вот тогда наши власти, наши военные включились и сообщили. Ну, президент Пайден говорит, что ему сообщили уже поздно, но он все равно никаких, ничего не принял. Понимаете, это все смотрит. Другие понимают, что он никаких решений не принимает. Человек, который возглавляет самую могучую страну в мире, никаких решений не принимает. И этот шарик летает над нами почти что семь дней. Первое, что он придумал, отговорку, что при Трампе было три таких шарика. Там, говорит, при мне никаких шариков не было, потому что при мне бы они себе не позволили такое. Он был сбит моментально. Тогда вернулись и сказали, ну да, при Трампе, Белый Дум сказал, ну да, при Трампе не было, потому что военные говорят, слушайте, это же зафиксировано все в документации, не было никаких шаров при нем, никто ничего не запускал над нами. Тут это же, ну, тогда придумали, почему же его не сбивали, семь дней не принимали решения. Ну, потому что он же мог упасть на людей, если бы его сбили. Да, конечно, но у нас не вся территория Соединенных Штатов наполнена людьми. У нас есть пустыни, у нас есть горы, где люди не живут. У нас есть не сильно заселенные места. А да, у нас на берегах, на этом и другом берегу, это довольно-таки плотно заселенные территории. А по середине Америки у нас не так он. Этот шар летел семь дней над нами. Например, над Аляской его могли еще сбить. Вот, на Аляска огромный штат, это как целая страна. Там всего 700 тысяч человек живет. Там даже миллионы человек нет, это даже не Киев. Это даже не миллионник, а это огромная территория. Но они, конечно, сбили, могли попасть. Но я думаю, что китайцы теперь думают, ну, хорошо, теперь, наверное, мы можем запустить самолет с дозаправщиком, чтобы он полетал как можно дольше и дозаправлялся. Его же тоже сбивать тогда не будет, потому что он же тоже может упасть на людей. Так я понимаю. Вот есть ли логику? Гарри, мне придется сейчас задавать вам некоторые уточняющие вопросы. Во-первых, благодаря тому, что как-то у вас в эфире я разглядела специалиста, профессора в университете Тайваня Ольгу Рапопорт. Мы с тех пор сделали с ней много эфиров. И, кстати, самый последний был посвящен разбору именно этого шарика. И вы знаете, там она высказала совершенно просто противоположенную вашей точку зрения. Если позволите, я коротко для наших зрителей поясню, что Ольга сказала, что это случалось с середины 20 века много раз, что так устроены ветра, что они, метеорологические шарики, периодически переносят вот туда, на американский континент. Более того, что когда-то во время Второй мировой войны японцы даже воспользовались этой особенностью. И было отправлено много вот таких бумажных шаров со взрывчаткой. И были жертвы. И это был очень трагический случай. И вот она сказала, потом было много подобных случаев, которые вообще не привлекали ничего внимания. И вот теперь наступил такой, как она сказала, комический случай, потому что этому метеорологическому шару приписали какие-то дополнительные функции, что якобы он там зачем-то шпионил, а он только наблюдал за облаками. Ну вот откуда она знает, что он наблюдал только за облаками и не был шпионским шаром? Откуда такая информация? А также уважаемый профессор у нас истории стал специалистом по стратосфере и траектории этих шаров. Дело все в том, что мы не знаем это. И также она сказала, что три шара были запущены при Трампе. Хотя уже опроверг Белый дом, сказал, что нет, этого не было. Это просто так он болтанул. Байден, что за ним числится. А откуда взялись эти три шара, что они были уже запущены при Трампе? Откуда эта информация? Это надо спросить Ольга, она мне сказала в программе, я уточню. Не надо, я вам скажу откуда. Это китайцы сказали. Китайцы сказали, что при Трампе они тоже запускали три шара. Это китайская информация. Тебя даже не интересует, правда это или нет? Какая разница, правда это или нет? Слов прошло пресса в курсе, она будет играть на этом время. Версия не продержится и дня. Продержится и знаешь почему? Объясняю, что делает президент в Китае? Отписывай договор о торговле. Абсолютно верно, это не имеет никакого отношения к бомбардировщику Батри. Бомбардировщика не существует. Вот и я говорю, бомбардировщика Батри не существует, и я не представляю, кто распространяет эти слухи. Ну я думаю, что китайцы нам врать не будут, поэтому, ну и откуда мы знаем, что на этом шаре было. Ну и потом сказано же, что он потерялся. Ну Мария, если у вас что-то теряется, вы что делаете? Вы потерялась у вас, потерялась. Начинаете искать обычно? Начинаете искать или начинаете, ну, допустим, что-то важное потерялось. Ну не дай бог, ваш родственник потерялся. Или машина потерялась. Вы докладываете об этом в полицию. Вы не просто сидите. Шарик потерялся на семь дней, китайцы ни слова не говорят про это. А потом, когда их спросили, а что это тут летает ваше, они говорили, ой, он у нас потерялся. Нет, так не работает. Так не работает. А вы считаете, что этот шарик мог какую-то бесценную информацию собрать, которую Китай не мог бы добыть иным путем? Не знаю. Сейчас я хочу побыть адвокатом Китая, честно вам скажу. Потому что я считаю, что когда миллионы китайцев находятся в Соединенных Штатах, представляют из себя огромную диаспору. Помимо этого, китайские ученые, китайские математики, которые признанно считаются более квалифицированными, очень большой частью сами работают на тех самых объектах, о которых вы говорите, что якобы за семь дней что-то снималось. Но неужели у Китая, если на то пошло, нет более тщательно подготовленных кадров, простите, нежели вот этот вот за 18 километров летящий шар с, ну, как вам сказать, такими себе зондами. Ну, то есть вы представляете себе то разрешение тех кадров, тех снимков, которые в итоге можно получить на таком расстоянии? Ну, а я не знаю, или там были снимки. Я не знаю. Я не профессор, я не большой интеллектуал. Я не знаю, почему этот шар был здесь. Я не знаю, почему мы его не сбивали. Я не знаю, почему мы его сбили, когда он уже упал в воду. То есть мы не можем теперь извлечь и понять, что там было. Нет, Гарри, его уже извлекли. Пардон, его нашли, я уже нашла эти новые фотографии. Да, ну, слава богу, может быть. Я не знаю, но, по-моему, все они не нашли. Будем надеяться, что извлекли они именно тот самый шар, который сбили, потому что... Ответить на ваш вопрос, что у нас столько много китайцев, у нас есть, у китайцев есть спутники, все это верно. Но я человек военный, я не профессор, я не интеллектуал. Но мой маленький военный мозг говорит, а как насчет того, что они просто проверяли, как мы отреагируем на это? Может быть, там и правда, вообще ничего нет. А они хотели проверить, мы собьем его над Аляской или мы дадим ему кружить над нашей территорией сколько угодно. Просто проверяют нашу реакцию, просто проверяют, как наша система работает, как наше ПВО работает, как наш президент принимает решения, как это докладывается все. Так вы только что сказали, что у вашего президента какие-то особенные связи, тайные с Китаем, и в частности у его сына. А теперь вы хотите, чтобы он сбивал такой симпатичный шар и не дал ему полетать 7 дней спокойно? Я не хочу, вот может быть, китайцы это и проверяют, проверяют, а он правда, то, что мы ему заплатили, он правда действует, как мы его попросили или нет? Я не знаю все эти конспирологические теории, но я точно знаю, что уважаемый профессор Рапопорт этого тоже не знает. У нее нет такой информации, был ли это шар разведывательный, или это был шар материалический, или этот шар просто летал, потому что китайцы любят запускать воздушные шары. Я не знаю. Мы не знаем это. Мы знаем только то, что этот шар летал над нашей территорией 7 дней. На нем могло быть биологическое оружие, химическое оружие, на нем могло быть разведывательное оружие, на нем могли быть листовки, на нем могли быть леденцы с Мао Цзэдуном. Хрен его знает. Мы не знаем, что на нем могло быть и почему он так долго летал. Но мы знаем, что он летал 7 дней над всей территорией Соединенных Штатов Америки. И тут что-то не так. Это неправильно. И то, что китайцы не сообщили, что он потерялся у них, пока мы их не запросили. То, что наши вооруженные силы не отреагировали на это, это гражданские люди его увидели под Момо над Органом. И здесь что-то таким образом неправильно идет. А вот все эти рассказы с умным лицом, что почему он там был и как он был. Мне нравится, что сразу отговорка, что сразу отговорка, а при Трампе три таких шара было. Откуда вы знаете, сколько при Трампе было шаров? Ну как, Китай мог выпустить три шара туда же, но они не дошли, не долетели, значит, проверяли коммуникацию. Они могли сказать, что у нас потерялось три шара, а там прилетело, ну или нет, не знаем. Всегда надо спрашивать, откуда вы это знаете? Откуда у вас есть такая доступ к секретности? Вот у меня, вы скажете, у меня есть поклонник Гарри Табах. Вот у него был очень высокий доступ к секретности в вооруженных силах США. И он не знает, а вы знаете. Теперь у меня последняя попытка адвокатирования. Смотрите, предположим, у китайцев действительно пропал с их радаров этот шар. И, может быть, внутри они знали об этом и даже его искали. Но откуда они могут точно знать, куда он улетел и где конкретно он находится? Уж если на то пошло. Почему они должны сразу по всему миру рассказывать о том, что у них один из их метеорологических шаров пропал с их радаров? Или должны, вы считаете? Есть договоренности международные, что если залетают самолеты или еще что-то, как только вы об этом узнаете, вы должны об этом сообщить. Очень часто мы занимались этим же самым. Мы заходили нашими кораблями в прибережные воды чужой страны и смотрели, как быстро они отреагируют на это. Очень часто мы заходили в российские, в советские воды своими кораблями и шли вдоль этих. Вот смотрели, как быстро их авиация отреагирует, как быстро отреагируют их корабли, их пограничные патрули и так далее, и так далее. Мы постоянно это делали. Это тоже проверка, насколько они бдят и видят. Убеждаясь в том, что название нашей программы «Американские горки» очень подходит содержанию нашей программы. Да, это поэтому, допустим, турки, наши натовские партнеры турки. Российский самолет залетел на их территорию при развороте в Сирии. Он разворачивался на 12 секунд, насколько я помню. 12 секунд, и они его сбили. Здесь, над нашей территорией, летает потерянный шарик в стратосфере. 7 дней. И мы его только потом сбиваем. Никак решения не можем принять. Я уверен, что и Путин это заметил. И в Иране это заметили. И китайцы уж точно это засекли. Нашу реакцию. И когда наш президент, в первую очередь, что он говорит, а при Трампе еще хуже было. Знаете, это мне напоминает анекдот, когда умер один человек, он был такой плохой, что некому было ничего хорошего про него сказать. Но он умер, надо же его хоронить. И они говорят о Равину. Говорят, ну Равин, ну вы человек бога, скажите что-нибудь хорошее про него, пока мы его в землю опустим. Он стоял, стоял, думал о Равине. Его брат был еще хуже. Поэтому тут они сразу Трампа закидывают. У нас такой громадмод Трамп. Чуть что Трамп. Чуть что Арестович сказал глупости. А виноват Иларионов. Вот у нас это точно так же, как тогда сирийцы сбили российский самолет. А виноваты израильтяне, потому что они увернулись. Они стреляли по ним, а попали в российский самолет. Кто виноват? Израильтяне. Потому что кто виноват? Сема виноват, что разбили окно. Потому что Вася в него кинул камень, а Сема пригнулся. И камень влетел в окно. Поэтому виноват Сема. Вот это менталитет уже, это уже не смешно. Когда все время сразу говорят, что-нибудь делай. А сын Трампа сказал кто-то тот. И такие, кстати, мне все время говорят, чтобы я перестал говорить про Трампа. Потому что он раздражает людей. И я говорю Марине только про нем, когда говорят неправду. Когда говорят неправду. И у нас даже с вами был такой приватный разговор. Я говорю, это неправда. Он этого не говорил. Или он этого не сделал. И мне все говорят, перестань. Перестань это говорить. А я вот думаю. Ну, там же самое же про евреев говорили. Говорили, ну не защищай их. Потому что это непопулярно. Ты будешь непопулярным. Или чеченцев. Не защищай их. Это непопулярно. Не надо. Но ты говорила, ну это неправда. Евреи не пьют христианскую кровь. Это неправда. Чеченцы не бандиты. Вся нация не бандиты. Это неправда то, что говорит. Это не они сделали. Это сделали российские КГБ. Или ФСБ. Зачем же говорить. А почему до Трампа популярно на него нести. Поэтому я не должен его защищать. И вот мне недавно кто-то сказал, что это просто неумно. То, что я делаю, это неумно. И я вспомнил своего сержанта. Который мне когда-то сказал. Мне сказал, сэр, я не очень умный человек. Я не очень умный человек. Я не очень образованный человек. Хотя у него был колледж. У него было кообразование. Говорит, ну я не сильный. У меня нету. Я не докторского. Не кандидатского. У меня я не научный человек. Я вообще, он говорит, я не очень умный. Меня обмануть очень легко. Он говорит, ну я хороший товарищ. На меня всегда можно положиться. Я хороший человек. Я вот подумал. Я лучше буду такой, как этот сержант, чем как эти умные политики и остальные. Умники, которые все знают, везде побывали. И послать их некуда. Поэтому я считаю, что я, может быть, не очень умный. Но я надежный товарищ. Я хороший товарищ. Я хороший друг. Для меня это намного важнее, чем быть умным или популярным. И не говорить того или сего. Мне так же сказали, что ты Иларионову все время защищаешь. А я его не защищаю, он не нуждается в нашей защите. Я говорю, то, что вы говорите, это неправда про него. То, что вы говорите, это неправда. Он этого не говорил. Или он этого не делал. Но вот попадают люди. Но на него все налетели. Поэтому вот мы стадо. Если мы уже пинаем кого-то, то все вместе пинаем. Я, наверное, прослужил или пробыл в компании таких людей, где мы дрались за тех, которые сами за себя драться не могли. Гарри, ну вы знаете, что когда все-таки вы подставляете свое мужественное плечо тем, кто в защите, может быть, и не нуждается, это в первую очередь касается вполне успешного президента Трампа, который, по-моему, собирается даже баллотироваться на новый срок. Я думаю, что, в принципе, мы сейчас можем перейти к делам более насущным и заняться, собственно, теми проблемами, которые точно сами себя не решат. Я знаю, что президент Байден держал слово перед Конгрессом, отчитывался о проделанной работе и говорил о том, что благодаря усилиям его администрации, его правительства, американская экономика идет в гору. Ну и тут, собственно говоря, тоже это вступило в некий диссонанс с тем, что я услышала от профессора Рапопорт Ольги. Она сказала, что экономика Соединенных Штатов сейчас переживает не лучшие свои времена. В этой части вы согласны с профессором Рапопорт? Я вообще с профессорами согласен. Вы знаете мое отношение к профессорам, в принципе, потому что у меня папа был профессор, и очень часто это было так, что профессора, они вообще все знают. Шары, шары, экономика, экономика, военные дела, правый фланг, левый фланг, атака, отступление. Все знают профессора. Вот с профессорами я обожаю разговаривать, потому что что их не спросишь, они все знают. Любое, любое. Петь, как петь, они вам скажут, как по нотам петь. Я уверен, они вам расскажут, какой голос, когда надо, куда петь. И все остальное. Но они же профессора, а вы не профессор. Поэтому они лучше вас знают. Я не знаю. Я не экономист, Мария. Наш хороший друг, товарищ, наш соратник Андрей Николаевич, он знаменитый экономист. Я думаю, и он живет в Америке. Я могу вам только сказать, что все, все чрезвычайно подорожало в Соединенных Штатах Америки. Когда я нахожусь в Соединенных Штатах, я не понимаю, откуда, потому что я, допустим, половину времени провожу в Украине, сейчас в Украине, я вернусь когда домой, я посмотрю на цены. Это будут совершенно другие цены, что есть. Я не могу не понять, это в долларах или это в гривнях уже идет. Потому что все подорожал. Там, где я живу, в Майами, люди не могут купить себе уже квартиры. Там, где я живу, в той квартире, в которой я живу, где вы меня видите на берегу океана, сегодня бы я не смог такую квартиру купить. Рядом бы не смог, потому что так все подорожало. Поэтому я не экономист, но я понимаю, что те деньги, которые у меня были 3 года тому назад, это уже не те деньги, которые у меня сегодня. Я знаю, что яйца у нас теперь через южную границу, самая большая контрабанда, это не наркотики, а яйца куриные. Потому что в Америке они стоят 7-8 долларов, в dozen, ну 12 штук, дюжина. А в Мексике 2 доллара, что-то такое. И вот фурами гоняют контрабанды, и у нас теперь яйца. Почему? Это такая у нас экономика, что ли? Я знаю, что у нас горючее очень. Бензин очень дорогой стал. А от этого все остальное дрожает. Поэтому я не совсем понимаю, как наша экономика. Значит, они говорят, что инфляция у нас 7%, поэтому, допустим, мою пенсию повысили на 7% в этом году. А потом Андрей Николаевич мне говорит, да, 7%, но это не включая бензин и еду. А как это, не включая бензин и еду, когда я большую сумму своих денег, там подорожало на 20-30%, а то и в некоторых штатах и на 40%. Поэтому инфляция намного больше, чем мне дали повышение. Военным нашим дали 7-7% повышения в этом году. Но это примерно как каждый год, от 6 до 7% нам дают повышение, потому что инфляция такая. Это все мои знания экономические. Поэтому, ну, конечно же, президент Байден будет говорить, что у него все хорошо, при нем все просто прекрасно идет. В прошлом году он говорил, что мы гениально ушли из Афганистана, бросив там вот эти танки, которые мы не хотим дать и Украине. Потому что они, не дай бог, попадут в руки к русским. Это вот такая логика. А в Афганистане, если мы их бросили, то они к русским или китайцам не попадут. В Конгрессе наверняка есть достаточно квалифицированных людей, которые вполне разбираются в том, что говорит президент Байден. И я думаю, что среди конгрессменов есть очень много, которые отнюдь не согласны с президентом Байденом и в корне иначе видят экономическую ситуацию. Конечно, они иначе абсолютно видят. И они уже выступают и говорят, ну, это, понимаете, это политика. Вот это вот и есть американские горки. Потому что и будут те, которые будут восхищаться. Он вообще простоял все это время сам. И как бы его не надо было поддерживать. И он как бы мог предложение сложить вместе. Это уже большое достижение. И я не смеюсь. Я считаю, что это вообще издевательство над человеком. Ему тяжело это делать. Он в таком возрасте, где и понятно, поэтому он не может принять решение. Такое решение, как сбить к чертовой матери этот, что-то над нами тут летает. И таких много решений он не может принять. По границе, по переводу людей, увольнение этих, брать других на службу, в команду. Он не может. Он уже не в этом состоянии. Поэтому многие будут восхищаться им, что он вообще вышел сам. И что он вообще смог несколько предложений сказать от себя. Ну, читая их. Но он обращался ко мне. Может быть, он не обращался к вам, потому что вы не гражданка Америки. Но он обращался ко мне. И Конгресс, это мы. Это американский народ. Он обращался к американскому народу. И американский народ слышал, что у нас все хорошо. Все хорошо. Но это так говорят президенты. Они все делают одно и то же. Потом есть группы людей, которые их будут критиковать. И есть группы людей, которые будут ими восхищаться. Единственный раз во всей истории за Соединенных Штатов Америки один президент вышел и сказал, у нас все хреново. Это был президент Форд. Он вышел и сказал, у нас экономика в заднице. У нас нет никакого развития. Мы отстали по Советским Союзам. Он нас обгоняет. И так далее, и так далее. И он критиковал свою власть. Он критиковал себя. Конечно же, его не переизбрали. Поэтому с тех пор ни один президент не критикует себя. Они только говорят, как здорово все они сделали. Но я уверен, что глава Нижней палаты господина Маккарти, который сидел за место госпожи Полоси в этот раз, слава тебе Господи, не порвал демонстративно выступление президента Байдена, как это сделала Полоси, когда выступал президент Трамп. Он ведет себя более цивилизованно. Скажите, пожалуйста, а может быть, вот все эти страшные проволочки с оружием, с тем, что не запускается ленд-лиз, с тем, что танков, сначала решение по ним мы ждали 11 месяцев, потом он наконец разродился этим решением, но теперь исполнение этого решения мы будем ждать, что интересно сколько. Это все можно отнести к той же самой его сугубо личной проблематике, то есть его общей нерешительности, вот так же, как с этим шариком. И, может быть, мы видим какие-то, что-то злонамеренное в том, что так долго приходится ждать каких-то нужных, очень важных, срочных решений по части отправки вооружения в Украину, а их нету месяцами. Может быть, здесь нету ничего злонамеренного, а он просто действительно не в состоянии принимать быстрых решений? Ну, честно вам сказать, Мария, я думаю, что он вообще не при делах. Это команда, это такое, когда мы говорим о Байдне, мы говорим о коллективном Байдне. Вот тут выступал это он, но это он уже накачан чем-то и он стоит. Он не в состоянии управлять, принимать решения. Это команда. Но так как его нету, как он отсутствует, то и команда не может принять решения. Я считаю, в том числе и про Лен-Лису, в том числе и по многим другим причинам. Вот эти пакеты, это же принимает решение Конгресс. Точно так же, как Конгресс принял решение и по Лен-Лису. Но он не может его произвести, он не может за 60 дней, которые ему должны объявить, как будет работать эта система, что будет передаваться. Я думаю, там пакет вещей, помимо этого они не хотят, а команда вся не хочет, не хочет, чтобы Украина выиграла быстро войну, чтобы было меньше потерь. И они таким, и то же самое, они не могут принять решение с этим шариком. Что получилось с этим шариком? Командующий войсками, который отвечал за этот рельгий, и за безопасность в небе, он вышел и сказал, что причина, почему мы его не сбивали, это потому, что мы не видели никакой угрозы от него. Потом, через несколько дней, выходит, выступает из Белого дома и сказали, нет, генерал говорил свое личное мнение. Как это генерал имеет личное мнение? Генерал не имеет личного мнения, особенно если он говорит это публично. У него нет личного своего мнения. Поэтому они говорят, нет, это не наше решение, поэтому его все равно сбили, в конце концов. Нету координации, нету координации, нету лидера. Лидер отсутствует, командир отсутствует. Когда командир отсутствует, какие бы талантливые там офицеры не были вокруг него, они в разнобой работают. Каждый только делает то, что его секция, то, что его часть отвечает. А у нас, а у нас у музыкантов, когда гасится свет, оркестр доигрывает. Хорошо репетированные произведения в полной темноте, не видя дирижера. И этих случаев довольно много было в истории. И даже были такие, которые завораживали, потому что час или больше оркестр продолжал играть в кровешной тьме, соответственно, без всякого командования. Вот, Гарри. Поэтому, если бы вы, особенно в этом облике, в котором сейчас, да, если я бы за вами, вот, вы бы были моим лидером. Это точно. Я бы за вас проголосовал, вы бы были командиром. Гарри, подождите секундочку. Мои каверзные вопросы еще не закончились. В этом самом выступлении президент Байден сказал, что Америка, Соединенные Штаты и его администрация будут стоять с Украиной сколько надо. Ну, как-то так, знаете, до конца. Вот это странное слово немножко. Но, тем не менее. Он сказал еще тогда, когда он сказал, мы будем с вами до конца. У вас 72 часа. Он 72 часа, будем до конца с вами 72 часа. Слушайте, Мария, что он говорит? Он говорит что угодно. Он сказал, что Путин убийца, но мы с ним вошли обратно. Это в одном предложении. Путин убийца, но мы с ним вошли в договор по ракетам близкого и средней дальности. То есть, я сэкономил Путину миллиарды долларов. Я с ним, он убийца, но я ему даю ракеты. К которым сейчас он пуляет по Украине. Это они говорят. Понимаете, это президент Байден, он всю свою жизнь, это все, что он делал, он говорил. Он никогда не работал. Он никогда ничего не делал. Он не пел. Он не танцевал. Он говорил. Это как посмотреть? Он говорилщик. Он больше, он мастер разговорного жанра. Он стал сенатором в 25 лет. И больше он ничего не делал. Поэтому, когда вы говорите, будете переизбираться? Я говорю, буду переизбираться. Потому что он никогда, он его память та, молодая. Когда вы говорите, будете избираться? Все, он в своей жизни переизбирается. Поэтому он и сейчас переизберется. Скажите, пожалуйста, Гарри, а вы не связываете вот эти вот обыски и тома, там, коробки в таких больших количествах, которые вот сейчас возникли, с тем, что он опрометчиво заявил о том, что хочет все-таки переизбираться? Может ли быть такое, что даже в его собственных кругах, ну, с ним в этой части нету единомыслия? Может быть, избираться хочет лично он, а его команда, так сказать, предпочитает организовывать обыски вместо того, чтобы помогать ему с избранным. его сдали, его сдали, его близкие с этими документами. Так секретно, что надо было это взять домой, чтобы не забыть секрет, потому что это секретно. Вот, я думаю, что, знаете, я восхищаюсь американскими фильмами, кино, Голливудом. Есть столько, потрясающих совершенно, и причем, знаете, поучительных и даже таких самообличающих фильмов. Мне кажется, что вот нынешняя ситуация, в частности, с секретными документами, может возбудить вдохновение. Музы могут снизойти на голливудских творцов, и в ближайшее время мы увидим какие-нибудь шедевры, вроде «Хвост виляет собака» или еще что-нибудь более запахное. Это у нас, это сейчас у нас, да, это такой Голливуд. Иногда вот смотришь и слушаешь и не веришь своим ушам и своим глазам. И как говорил мой папа, светлая ему память, он говорил, что ему нужен врач ухо-глаз. Он говорит, нет такого врача ухо-глаз, есть ухо-горло-нос. Он говорит, а мне нужен ухо-глаз, врач, потому что то, что я слышу и то, что я вижу, абсолютно две разные вещи. Вот смотрите, сейчас состоялась поездка президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. И хочется сказать, она, скорее всего, будет очень результативной, потому что, судя по всему, Украина получит, наконец-то, ракеты дальнего радиуса действия, ну, во всяком случае, до тысячи километров. Вот как же так могло получиться, что вот вторая заграничная поездка, похоже, окажется более эффективной, чем первая, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал перед Конгрессом США. Однако, атакамсы все же с тех пор получены не были. Может ли быть такое, что сейчас Великобритания, которая была весь этот период сложнейшей лидером помощи Украине, и в этот раз продемонстрирует свое лидерство? Будем очень надеяться, я очень надеюсь, но опять же, мой маленький военный мозг реагирует только тогда, когда солдаты с фронта говорят, ну, получили, у нас есть и готовы. Танков пока нет, танки идут, идут, вот уже идут, лайн-лис уже идет, ну, вы создали прекрасную программу, где вы показываете, где они все кричат. Все, неделя-две у нас уже лайн-лис, 9 мая, символически подписаны, я уже думаю, символически подписаны, потому что 9 мая Советский Союз победил, может быть, это было символически, и сейчас вот так, оказывается, нет, не совсем танки, но уже закинули, что самолеты, F-16, F-15 год, пока что я, а почему, зачем самолет, дайте МИГи, но если МИГов нет, то как насчет, вот то, что предложил, не к столу будет сказать, республиканский сенатор, Линдзи Грэм, и, кстати, президент Трамп тоже. Это не только, что я не смогу травmedить, но и на усилии, но и на усилии, Дайте беспилотники, дайте прелатерс, дайте реперс, дайте дроны, которые разнесут к чертовой матери все тылы российские. Не обязательно самолеты сразу давать. И они могут запускаться с автодороги. И пилотов не надо обучать. И пилотов не надо. И пилоты могут сидеть во Львове или вообще где угодно. Никто знать не будет, где пилоты сидят. Пару механиков это. Они могут эти дроны летать где угодно. Но сейчас закинулись самолетами. Все теперь радостно бегают, кричат, вот самолеты, вот у нас скоро будут самолеты. Пока что танки не пришли. Брэдлис, 50 Брэдлис, то есть БМП, боевых машин пехоты, которые должны прийти в 50 или 60, по-моему, 50. Почему-то корабль развернулся и пошел обратно к нам в порт. Говорят, что он сломался. Но вот постоянно происходит что-то такое, и украинцы никак-никак не получат то, что они обязаны получить. Но слава богу Британия. И вот у меня почему-то вера в британские вооружения, что Украина получит быстрее, чем американское. У меня вера почему-то в британцев больше. Но и с самого начала британцы были более активны. Также Италия и, как ни странно, Франция. И почему-то мы вот, мы почему-то заместо того, чтобы быть впереди, оказываемся как-то сзаду. Я очень рада тому, что Риша Сунак продолжил курс, который начал Борис Джонсон. Были определенные опасения. Они оказались совершенно лишними, потому что мы видим готовность Риша Сунака. Посмотрим, или не будут. Я вот не хочу сглазить. Хорошо, но я почему-то думаю, что это все-таки твердая договоренность. Она материализуется. Еще надо, это не важно, уточним мы или нет, но хотелось бы знать, сколько их будет и когда они прибудут. Если их будет одна штука, и она прибудет после войны, то это не очень хорошо. Если они будут здесь как можно быстрее, и их будет тысяча, то это очень хорошо. Вот именно. Гарри, не знаю, будет ли их тысяча, потому что я так понимаю, что их тысяча всего в Великобритании. Речь идет о вот этой вот Storm Shadow. Их тысяча, насколько я понимаю, у Великобритании. Поэтому, наверное, они могут поделиться, но все-таки не всей тысячей. Смотрите, Гарри, у меня еще тогда, наверное, резюмируя наши сегодняшние горки, вот какой даже не вопрос, а скорее предложение. Раз так получилось, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден не любит принимать решения и, судя по всему, бывает несколько забывчив, то, наверное, очень важно, что мы регулярно проводим акцию и напоминаем президенту Байдену о том, что есть закон о ленд-лизе, которым пока что он не воспользовался. И я хочу сообщить нашим зрителям, что следующая такая акция пройдет 12 февраля в 13 часов дня сбор на Пенсильвания-эйвеню около Белого дома. И еще хотела бы рассказать о некоторых успехах, которые сопутствуют нашей акции, между прочим, бессрочной, потому что каждый день кто-то выходит в Белому дому, а сейчас мы объявляем только о более крупных мероприятиях, вот как такое, которое будет 12 февраля. Вы же знаете, что один из неравнодушных наших единомышленников даже съездил на прием к Конгрессвумен Спальц. Видели ли вы это видео и какое впечатление эта встреча произвела на вас? Прекрасное, прекрасное, конечно же. Это то, что... Я вообще радуюсь, когда люди небезразличны. И Конгрессвумен Спаркс небезразличны. Ладно, мы обыкновенные люди. У нее же в первую очередь ответственность не перед Украиной, а перед ее избирателем. Но все равно она очень много пытается сделать и делает для Украины. Акция же должна была быть всего лишь один день, 1 января. Видите, как вы дали рождение такой прекрасному делу, где каждый день люди выходят и по выходным, по воскресеньям там собирается больше людей. Я призываю всех туда явиться. И мы видим, что уже там туда выходят и официальные лица. И не только мы. И это, конечно же, привлекает внимание. И больше и больше людей там собирается. Я благодарю всех, кто каждый день нам помогает, кто каждый день выходит в Белому дому. Ну и, в частности, надеюсь, что 12 числа будет много людей, потому что погода обещает быть солнечной. И у нас будет прямое включение, как всегда бывает на таких акциях, потому что YouTube-канал Diaspora.ua и Богдан Боровец делают эти трансляции, за что ему тоже большое спасибо. Также есть теперь сайт, я его ссылку дам в описании, там можно воспользоваться шаблоном и направить запрос своему конгрессмену в соответствии с адресом проживания. Есть свой конгрессмен у каждого американского гражданина. И таким образом привлечь больше внимания к вопросу разблокировки закона Оленд Лизи, чтобы он наконец-то начал работать, потому что это ровно то, что нужно сейчас Украине. И не слушайте, пожалуйста, эту билиберду про республиканцев и демократов. В основном, в основном, огромное большинство за Украину. Например, в моем Пенсильвании, где я зарегистрирован голосовать, есть конгрессмен Бойл, он просто стеной стоит за Украину, демократ. Есть конгрессмен в моем районе Фитцпатрик, который стеной стоит за Украину, республиканец. Поэтому не слушайте тех, которые вам начинают эти сказки рассказывать, что одни туда, другие сюда. Это неправда ни в одну, ни в другую сторону. Проблема не в Конгрессе, проблема в Белом доме, где он почему-то там тормозят. А всегда помните, чем больше оружия получит Украина, чем быстрее, тем меньше будет покалеченных и убитых цвета нации украинской. И также детей и гражданского населения. Гарри, я вас благодарю за прекрасный эфир. Подписывайтесь на канал Гарри Табах, ну и на канал тоже. Нам будет очень приятно прочитать комментарии. Мы внимательно изучаем ваши вопросы и с удовольствием на них ответим в следующей программе. Итак, дорогие друзья, до новых встреч. До новых встреч.